Друзья, всем привет. Я Computer Vision Researcher в Sber Robotics Center. И мы занимаемся созданием разных роботов. И сегодня я расскажу вам, как мы в команде Perception занимаемся оценкой глубины. Для начала вообще что такое глубина? Зачем ее оценивать? Как это выглядит? Это вот карта Depth Map. Мы попиксельно хотим каждой точке сопоставить глубину от камеры, от наблюдателя до объекта. Дальше это может быть использовано много где. В том числе здесь, например, можно строить point-клауды, облака точек, и понимать геометрию пространства. Давайте поговорим о том, как вообще человек эту задачу решает, прежде чем о роботах говорить. Вот сейчас можете попробовать посмотреть на сидящего перед вами человека, или если вы в первом ряду, поставить руку и поочередно позакрывать левый и правый глаз. И вы увидите, что объекты вблизи, они прыгают, а объекты вдали, они остаются на месте практически. И вот это смещение, которое мы видим левым и правым глазом, оно называется disparity. И дальше мозг из него извлекает информацию о том, насколько объект далеко и близко находится. Примерно то же самое алгоритмы для роботов делают. Вот у человека это так устроено, бинокулярное зрение, на нем основаны всякие 3D-эффекты и так далее. Как же видят глубину роботы? Здесь есть много разных сенсоров, готовых решений. Самые популярные, наверное, это лидары. Про них многие слышали. Они очень популярны в автомобильных системах, автономных, драйвинг. И вот решили, почему бы нам не скопировать систему биологическую и стереокамеры использовать разнообразные. Но есть определенные проблемы. Лидары, они дают очень разреженное облако, они плохо работают с частицами, потому что это лазерные лучи. И если мы работаем где-то, допустим, в шахте или у нас идет снег, дождь, то все частицы, они твердые, лучи сквозь них не проходят. И мы очень плохо это все детектим. И высокая стоимость, конечно, у них. Тогда давайте возьмем стерео. Но стерео тоже есть свои проблемы, потому что она шумная карта получается. Нужно калибровать под каждое конкретное окружение. Вот, допустим, пример кадра, который у нас в офисе снят, с замечательной надписью на колонии. Он вот дает такой результат на RealSense. Здесь нам на помощь может прийти диплёринг. И наше DL решение дает вот такую классную карту в сравнении с тем, что дает Intel RealSense. Почему вообще мы говорим про требования особые к роботам? Потому что дальше карта глубины — это самый первый уровень. И дальше карта уходит во множество-множество других алгоритмов, как то алгоритмы локализации слэм и манипуляции, чтобы понимать, где лежит предмет, как его захватить, и как нам вообще построить путь, чтобы не врезаться в сцену и так далее. Поэтому алгоритм, будучи первым в цепочке, должен быть очень быстрым. В нашем случае это около 100 миллисекунд на 3080, или на аорине, или 20 миллисекунд на 3080. Он должен не зависеть от паттерна лидара, от железа, в общем, быть устойчивым, энергоэффективным. То есть просто взять соту не выйдет, к сожалению. Мы сделали систему, которая, во-первых, очень быстрая. 10-20 миллисекунд против секунды на один фрейм у различных сотерешений. Она поддерживает фишай. Это тоже оказалось на тривиальной задаче. Мы хотим в помещении видеть большой угол, и с фишаем работает очень мало моделей. И очень важно, что выдается уровень конфиденса для каждой точки, для каждого пикселя. Потому что если у вас собака, например, робособака, это ходячая платформа, это квадропят, и ей важно понимать, куда наступить. Если колесный робот может проехать, то вот собаке важно понимать, куда она может наступить, где ступенька, где нет. И, в общем, понимать пол перед собой супер нужно. И уверенность в этих предсказаниях. Ну и она, естественно, работает в индоре, в удоре, потому что роботы должны быть универсальны. Какие вообще есть подходы? Дейли. Первый, самый простой, это моно. Мы берем одну камеру и, в общем, обучаем модель предсказывать глубину. Просто дешево, сердито, но есть проблемы. Есть стерео, уже упомянутый нами, левый и правый вход. Из него получаем с помощью нейросети глубину. Либо есть еще depth completion. Он самый интересный, пожалуй, потому что мы получаем на вход разреженную карту от лидара. И дальше, совмещая с RGB картинкой, мы проводим интерполяцию и дорисовываем по контурам плотную карту глубины, получаем dense. Но есть проблемы у всех этих моделей. Они, естественно, не панацея. И они, во-первых, специфичные для домена. Очень медленный инференс. Это вообще было для нас критично, потому что мы должны все в реалтайме, на слабом железе гонять. Это вообще очень важно. У них нет конфиденса. То есть они просто выдают предикты и все. И что с этим делать? У них консистентность низкая. Это же видеопоток. Мы же работаем не с отдельными фреймами, как в бенчмарках. И нам нужно, чтобы между кадрами не прыгала глубина. Потому что если мы говорим, что стена здесь 5 метров, а на следующем же кадре мы говорим, что стена 1 метр, алгоритму, который использует глубину, будет очень-очень плохо. И, в общем, есть специфические для депс комплишена проблемы и для ОМОНа тоже свои. В общем, самое главное, с чего мы начали, сбор данных. Потому что хорошие данные, залог успеха, OpenAid подтвердили, больше данных в LLM, и все будет классно. Мы решили собирать данные, но там есть проблемы тоже свои. Во-первых, нет, тяжело достать dense данные. Что с этим можно делать? Как это можно решать? Например, можем использовать в первую очередь первый вариант — это self-supervised. А вообще зачем нам разметка? Мы можем пойти, опять же, как к LLM-ке и обучаться на корпусе неразменочных текстов, в нашем случае картинок. Да, так можно делать. Подход состоит в том, что вы смотрите на… Вот вы, допустим, сейчас кто стоит, кто сидит. Вы смотрите на наш зал замечательный. Если вы сделаете шаг вперед, вы можете предсказать, как изменится картинка? Можете. Потому что вы знаете, какая глубина объектов. Вы понимаете, что вот если здесь стоит объект близко, то он исчезнет из поля зрения, если я сделаю кадр. И давайте это использовать для того, чтобы понимать, получать сигнал для обучения. И, соответственно, мы используем PoseNet, DepthNet. PoseNet предсказывает передвижение камеры между двумя соседними кадрами. DepthNet генерирует глубину, и мы создаем следующий кадр. И LOS у нас — это разница между сгенерированным кадром и настоящим. Прекрасно работает вполне себе. Следующий способ — это популярный сейчас NERF, или Gaussian Splatting еще тоже используется. Мы собираем сцену, воссоздаем ее 3D-образ, и дальше генерируем, например, для задачи стереомейчинга, делаем левый, правый кадр с каким-то расстоянием, с бейзлайном, и у нас получается идеальная глубина, потому что сцены, чтобы объекты в сцене располагались хорошо, глубина должна быть идеальная. И мы буквально отсканировав одну комнату из 100 фотографий, собранных на телефон, можем получить хороший трейн-сет и на нем уже обучаться. Наконец, последний вариант, что можно с этим сделать — это использовать псевдолейблинг, разметку. Мы его использовали тоже прошлым летом, что интересно получилось. Мы решили взять камеры, и только у нас был сетап немного другой. У нас была камера только вот здесь на груди закреплена. И ходили, значит, возле офиса, по офису, по улице ходили и записывали данные на стереокамеру. Потом прогнали эти данные с помощью мощной модели, крестерия тяжелой, и получили, в общем, плотную глубину, которую потом подавали уже маленькой модели. Получилось, что у нас тяжелая модель — это учитель, а маленькая — это студент, которая должна выучивать это все. И вот что интересно, где-то в ноябре, если не ошибаюсь, Google выпустил датасет Sampo ровно с таким же подходом. 300 тысяч фреймов, размеченные крестерия, снятые на Z-камеру. Единственное, что у нас была стереокамера RealSense. Они Z-ку использовали, еще на голове использовали. У нас была только одна. Это тоже говорит о том, что подход классный, его можно использовать, чтобы майнить данные вообще в легкую. Наконец, проблема есть с тем, что кадры при таком подходе получаются часто заблюренные. Вы идете, особенно если дали задачу стажеру, может быть, допустим, человек плохое освещение, вечером кадры размазаны, нужно его детектировать, потому что они ухудшают качество. Можно это сделать специальными сетками. Нам хотелось сделать какое-то простое решение, чтобы прямо сейчас на коленке почистить и погнали обучать. Мы использовали для этого комбинацию из двух методов. Это фильтр Лапласа, простая свертка с теми параметра, как вы видите, или быстрое разложение в фурье, Fast Fourier Transform. Проблема в том, что метрики получаются не абсолютные, относительные. Их нужно подбирать, треш-холды для каждого датасета свои. В общем, мы посмотрели, выбрали чуть больше медианы, исходили из того, какую часть датасета мы хотим сохранить, а какой можем пожертвовать. Выбрали вот эти пороги. И вот пример того, что получилось. Это очень хорошие снимки, высокая детализация, видно там сетки на заборе, все прекрасно. Среднее качество. Ну, есть размытие, но все еще докидывает качество на обучение. И, наконец, это левый хвост обучения, просто самые плохие данные, которые были в датасете. Это вот такие жутко размазанные, засвеченные, и их вообще в легкую такие вот простые алгоритмы детектят. Без всяких нейросетей классические алгоритмы отлично сработали. Были, конечно, фейлкейсы. Допустим, здесь вот мало детализации на склоне холма, синее небо, оно вот вроде кадр четкий, но методам не за что зацепиться, они видят мало. Это, по сути, свои edge-детекторы. И поскольку ребер вот этих вот границ мало, кажется, как будто кадр размазанный. На самом деле это не так. Но, в общем, мы решили, что можем этим пожертвовать. Несколько кадрами это окей. Допустим, 5% мы лишних выкинем. Дальше. Фиша я хотелось бы использовать в Endory. Сейчас у нас наша платформа, мы об этом еще позже поговорим, это робособака, такая как у Boston Dynamics. Она вот есть маленькая B2, есть большая B1. Мы там на нее и манипуляторы устанавливаем и так далее. И она сейчас у нас ходит в основном по офису. В офисе хочется видеть много, хочется видеть все. И, в общем, мы используем фишай-камеры. 194 градуса, но вот незадача. Модели из коробки не работают с фишаем. Что делать? И датасетов таких нет. Ну, казалось бы, возьми да обучи. Очень мало датасетов с фишаем. Почему-то, не знаю почему. В общем, мы стали придумывать свои варианты. И первое — это взять датасеты панорамные, какой-нибудь интерпорт, например, 10 тысяч панорам, и сгенерировать из них кучу-кучу-кучу кадров, варьируя role, pitch, you. Это по-русски крент, нгаж и рыскание. Вот по трем осям направляя камеру и меняя FOF, field of view, разную ширину объектива, мы можем намайнить кучу данных. Например, с 10 тысяч мы панорам можем получить там 100-200 тысяч картинок, которые будут действительно разными за счет того, что камера смотрит в разные места, имеет разный угол обзора и так далее. И, наконец, второй такой очень простой метод. Мы не ожидали, что он сработает, но он сработал. Просто накидывая оптическую агментацию, optical distortion, все. Уже модель начинает понимать лучше геометрию, вот эту изогнутую, и начинается, в общем, обучение гораздо бодрее. И, наконец, третья проблема, она связана с тем, что при раз как паттерн у лидара идет, вот взять модель какую-то, в академии как решают задачи depth completion. Мы берем dense глубину и случайным образом ее разрежем. Допустим, оставляя 1% пикселей с глубиной. Как будто это типа у нас лидар. На самом деле так не работает. Например, у нас есть замечательный Levox Horizon. Лидар хороший, классный, плотный. Но у него специфический паттерн. У него, во-первых, угол маленький, во-вторых, у него такая вот как бабочка или гантелька, кому как нравится. А в академии равномерное сэмплирование. И если на этом деле прогнать модель, то будет вот такое. Она в центре хорошо отрабатывает, лидар плотный облакоточек дает, но по краям ей вообще очень плохо. Слева, где стена, она еще как-то что-то понимает, интерполирует. Вот справа, где идут разные цвета, переходы, и все, она просто черноту дает такая. Я ничего не понимаю. Поэтому нужно модель приближать к реальным данным. Для этого мы взяли, использовали агментацию глубины. Из плотной глубины сделали, наверняка кто работает с картинками, знает, есть агментация котаут. Вы вот, допустим, у нас есть котики, собачки, вы обучаете классификатор, и модель начинает сильно обучаться на голову кошки или собаки. Она видит морду такую, такую понимает. А что, если мы не видим морды собаки, животного или кошки? Тогда делают котаут, вырезают случайные патчи из картинки и заставляют сетку учить другие какие-то признаки, там, цвет, форму лап, хвоста и так далее. Мы сделали вот inverted cutout, то есть мы вырезаем кусочек глубины обратно, мы не из общего вырезаем патчи, а оставляем патчи. И суплируя их случайно, получаем какой-то паттерн лидара, и это получается очень робастная модель к разным паттернам. Вот здесь видно, например, посерединке это из коробки, ванильная модель с вот таким вот узким фовом, левоксовским, вот такой гантелькой. По краям все заблюденное, все плохо, тяжело модели. Если вот такой делать, агментацию, то модель работает в режиме, где лидара нет. Она такая, ну окей, лидара нет, тогда я буду просто работать в режиме monRGB. И, ну то есть с лидаром, конечно, гораздо лучше качество, но на участках, где лидара нет, я тоже могу показать какую-то нормальную глубину и додумать, что там дальше находится. Теперь про наш сетап. Вот она, наша собака, у нас их четыре. Вот одна скоро поедет на PMF, например, в Питере на конференцию. Вот одна из них такая, с которой мы работаем. Это два лидара, левоксами 360, это фишай, и это стерео Intel RealSense, про которую я уже говорил. Для стерео у нас используется модифицированная модель BGNET. Она достаточно старая, но очень классно, что она легкая, и у нее инфинс всего 10 миллисекунд. Модель стереоматчинга, она мэчит левое-правое изображение, у нее простая архитектура, но при этом она супербыстро работает и очень хорошо. Мы добавили единственное только голову конфиденса. Из-за этого она стала из BGNET, стала BGNET Boost, потому что она теперь может еще и конфиденса давать. Что такое значит конфиденса? Как он, например, выглядит? Вот тоже кадры из нашей лаборатории. Черно-белый, потому что RealSense дает черно-белые кадры. И вы можете видеть, например, слева внизу, где плитка. Там модель мэчит левую точку с правой. Ей тяжело, там темно, она не понимает. Ей нет текстуры, нет плитки, там просто что-то темное. И она не может найти левый кадр, сопоставить с правым. Где отражение на дверях, тоже она такая. Ой, я не понимаю, там какие-то блики, я лучше конфиденса низкий укажу. И мы можем, понимая это, отдавать дальше в следующие алгоритмы, прикладывать глубину и вторым же сразу же с ней рядышком класть еще и конфиденса, чтобы алгоритмы понимали, чему стоит доверять, а где данные ненадежные, скажем так. Как это обучать? Очень просто на самом деле. Архитектурно небольшие изменения, еще одна голова добавляется. И в данных вообще никаких изменений не нужно. Мы берем хитмапу с нашим лосом и смотрим, где модель ошиблась. Потом берем по гистограмме левый кусочек, это самые хорошие пиксели, где у нас ошибка самая низкая, и правый кусочек, где у нас ошибка самая большая. И говорим, вот это у тебя будет единичка, а это нолик. Все остальные просто никак их не размечаем, на этих пикселях не обучаемся. И вот 5% лучших пикселей это будет у нас, допустим, позитив, модель уверена, а 5% худших это негатив, модель не уверена. То есть мы учим ее предиктить, какой у нее будет лос, она сама это должна выучить. И потом она понимает, видя итоговую карту глубины, которую она сама же сгенерировала, и картинку, она понимает, так, вот здесь на бликах я ошибаюсь, поэтому я выдам конфиденц пониже. Вот еще, допустим, один пример. Тоже вдалеке, где вот переговорка, там видно, что блики, и там сразу пятно красное появилось. Все, она такая, ой, я в трене много на этих местах ошибалась, поэтому я здесь тоже буду так осторожно давать предикты. Для депс-комплишена мы используем cost.dc.net. Это работа 23-го года, уже свежак. Очень маленькая, 1,9 миллиона параметров. По современным меркам это просто вообще крошечная. Но при этом она работает чуть дольше. Все еще проходит наши требования в 20 миллисекунд. И, в общем, обучается тоже чуть подольше. Она более интересная. И что еще стоит отметить, у нее под капотом решается задача нерегрессии. В отличие от предыдущей модели, решается задача классификации. Все пространство бьется на несколько плоскостей, бинов, например, на 16 или на 30. И мы берем все расстояние, допустим, работая в эндоре, у нас там 20 метров есть. И мы 20 метров бьем на 20 бинов по метру глубиной. Вот получается так. И она решает задачу классификации внутри. И потом это переводится с помощью софтмакса, мы переводим в регрессию. И эта особенность позволяет ей работать одинаково хорошо в эндоре, в аутдоре. Мы модель, обученную на каком-то датасете, можем просто давать ей разные максимум депс в конфигах. И она будет вот эти классы на разную глубину. То есть, допустим, у тебя 80 метров в аутдоре. Ну окей, у нас будет ширина каждой плоскости, вот этого бина становится больше. Но все равно нам не нужно заново переучиваться, заново что-то переделывать. Говоря о метриках, вот тут, конечно, интересно посмотреть, какие они конкретные метрики. В общем, они достаточно хороши, нас они вот устраивают. Мы, конечно, еще работаем над улучшением. Но в целом это достаточно такие метрики хорошие, которые уже, алгоритм которым дальше нужна глубина. Их, в общем, наших заказчиков, они это устраивают. Например, давайте посмотрим, как выглядит карта глубины. Вот фишай, на него наложен лидар. Я не знаю, видно или нет. Надеюсь, что видно. Слева это RGB плюс лидар. И вот справа карта глубины. Выглядит вроде классно. Вот коридор уходит туда вдаль. Вроде все здорово, все отлично. Но давайте мы спроецируем это в 3D и переведем, разложим это в Point Cloud, в облако точек. Здесь у нас, к сожалению, технически нет возможности записать видео, поэтому будем смотреть на раскадровку, перемещая немного Point Cloud, поворачивая, посмотрим, как это выглядит. Вот это наш коридор из нашей лаборатории. Вот он так выглядит вблизи. Вроде все нормально. Давайте начнем его немножко поворачивать. Добавим лидарные точки, чтобы смотреть, где лидар у нас есть, а где нет. Где модель интерполирует, работает в режиме только RGB. А где RGB плюс D, то есть у нее 4 канала на вход, она еще и лидар видит. И начнем потихоньку вращать. Вроде нормально, коридор выглядит хорошо. Хорошо. И вот тут видим, что уже начинается область, где лидарных точек нет. На двери дверь начинает вот так выгибаться. То есть она себя очень плохо чувствует в зоне, где лидара нет. Она все еще дает хорошие робастные предсказания, но уже стена неровная. Уже мы видим некоторые отклонения. И вот если еще больше повернуть, видно, что дверь вот так вот пошла волнами, потому что там нет лидара. И модель работает вот только в соло-RGB-шная картинка. Это очень сложный режим. Есть отдельные модели, тяжелые и большие, которые только по RGB отрабатывают. Допустим, там какой-нибудь Mary Gold, который работает на диффузиях 8 секунд на кадр, супер медленно. Вот они работают моно. А здесь модель должна маленькая, быстро отрабатывать, без лидара предсказывать. Это очень хороший результат. Но тем не менее видно, что вот в зоне, где лидара нет, у нас есть перекрытие, два лидара, и в центре вот такой вот получается овал, и там нету лидарных точек. И вот видно, что начинает ухудшаться качество. С разных посмотреть сторон. Но в то же время, допустим, пол выглядит очень хорошо. Что для нас, наверное, главное для шагающей платформы важно, чтобы был ровный, понятный пол. Ступеньки, препятствия, какие-то игрушки Lego, трубы и так далее. Если это на заводе какие-то, допустим, уложены кабели и так далее. Поэтому вот здесь не очень понятно. Снова провернули на полный оборот. Снова возвращаемся. Вблизи можно посмотреть. Вот видно, что дверь тоже выгнулась тут. И вот коридор тоже есть. Пол ровный, что важно. И вот есть проблемы. То есть здесь вот вид сверху еще можно посмотреть, как выглядят наши коридоры. В итоге в конце хотелось бы еще сказать про какие-то подводные камни и лайфхаки. Здесь очень важно, чтобы еще о том, о чем не было сказано. Хорошие калибровки нужны, потому что лидар стоит в одном месте, камеры где-то рядышком. Как правило, они близко расположены. Вот все на морде у собаки. Но там минут метров, сантиметров 10-15 — это уже критично. Важно делать калибровки, чтобы фрейм камеры был во фрейме лидара. То есть камера видела то же, что видит лидар, чтобы они совмещались. Очень важно, чтобы была консистентность. Она плохо коррелируется с объемом, с размером модели. Вот кристерия, которая там 1,2 секунды, для нас было сюрпризом, что Sota, которую там даже Google использовал в своем датасете, она очень неконсистентная. Два совершенно близких фрейма у нас на больших расстояниях глубина очень сильно прыгает. Хотя детали классно отрисовывают, да. Не всегда это вот так. Значит, наша маленькая модель BGNet, она с этим лучше справляется. Нужна максимальная синхронизация. Потому что лидар, допустим, работает с частотой 10 кадров в секунду, а камера 30 кадров в секунду. Соответственно, мы должны замечить это. Очень редко какие есть решения хардварные. Как правило, это просто делается аппаратно, программно. Нужно искать просто близкие фреймы и их проецировать один в другой. Очень важно. Ну и, наконец, нужно всегда смотреть на PointCloud. Вот на примере вы увидели, вроде хорошая карта глубины, но спроецировали в PointCloud и вот увидели, что есть проблемы некоторые, которые на 2D не видно. Поэтому всегда полезно посмотреть глазами на облако точек. На этом все. Спасибо большое за внимание. На слайде вот есть мой телеграмм, можете мне написать. Ну и также у нас лабо активно расширяется. Мы будем рады видеть кого-нибудь из вас, если вы захотите. Спасибо большое. Спасибо большое, Илья. Я тебе тогда сразу, так как у меня микрофон в руках, задам тебе вопрос. А вы вообще пробовали баг превратить фичу с точки зрения рассинхронизации времени? Пробовали просто расширить датасет тем, что у вас остается время облидария, или там, допустим, вперед оно идет, а там фишает другое тоже время, и заставить модельку искать что-то другое? Ну здесь в целом можно. Вопрос, конечно, в том, какие скорости. То есть, например, вот общались с биравтотехом, у них, конечно, проблема вообще совершенно другая, у них супер критична, потому что у них скорости большие, если у них рассинхрон есть, это там лишний метр уже машина проезжает, это все. У нас, поскольку шагающая платформа, робособака, она двигается медленно, нам это, в принципе, позволительно. Поэтому здесь, ну, специально не обучали. В целом это всегда не идеально синхронизируется, поэтому некий рассинхрон миллисекунды, он всегда есть. А правы ли это именно в агументацию закинуть? То есть сделать так, чтобы у вас смещение было там хоть до полторы секунды? В агументацию нет. Здесь вопрос, конечно, в том, какой будет кадр. Если, например, мы идем по коридору, поворачиваем налево, у нас лидар видит до сих пор коридор, а там уже, допустим, открытое пространство, но модель будет сильно теряться, конечно, на этом. То есть она может просто перестать, она будет игнорировать лидар, как шумный сигнал. Спасибо. Так, давайте зала я вот там вижу. Давайте Владу дадим, Владислав. По поводу того, что вы бы рады были видеть присутствующих, в мое резюме вы развернули. Но вопрос вот о чем. Вот мы посмотрели на гнутую дверь, и это, конечно, прекрасно, но у человека же есть предположение, что носители некоторых текстур по умолчанию всегда плоские. Ну и этим же можно очень сильно обогатить модель, по идее. Ну не может быть дверь гнутой. В подавляющем большинстве случаев. Вы как бы пробовали вносить какой-то биос, вносить в модель какие-то предположения, какой формы должны быть предметы, исходя из какой-то примитивной классификации? В целом нет, потому что мы хотим работать в разных доменах. У нас должна быть такая парадигма, что мы робота выпустили условно в шахту, он в шахте пошел, выпустили на улицу курьером-доставщиком, он там работает. И в целом есть, конечно, отдельные сети. Например, клип с этим хорошо справляется. Он прекрасно детектив, например, материал. Он там понимает, ему там показываешь кусочек. Там есть модели альфа-клип, которые зонально выделяются, какую-то подсказку-маску. Но у нас модель очень маленькая, поэтому мы просто, в общем, надеемся на то, что он понимая, сверточные сети уже хорошо понимают текстуры, мы надеемся на то, что он понимает, что перед ним и пытается додумать, что вот у нас есть здесь лидарные точки, и дальше идет дверь. То есть, ну, логично, что у нас и дальше будет продолжаться дверь там, где лидарных точек нет. Это просто должна модель выучить сама. обогатившись данными большим количеством. Спасибо. Да, давайте туда же. Второй. Да, ты хотел вроде вопрос задать. Давай, тебе микрофон дали. Добрый день. Спасибо за доклад. Вот есть два вопроса. Вот первое, вы сказали, что вы убираете данные, где был блюр. Но ведь сам робот, когда он где-то ездит, он может… у него тоже могут быть заблюренные изображения. Вы не пытались как-то обучаться на них тоже? Мы пытались. Мы, в частности, взяли, например, датсет Санпа, который гугловский. Там 300 тысяч изображений. Если вы докинете к нашей обучающей выборке, становится хуже. То есть это в том числе связано с тем, что, например, у Гугла, у них из-за политики конфиденциальности, они блюрят лица и номера машин. Естественно, что они это делают в автоматическом режиме. И, видимо, где-то модель некорректно их отработала и заблюрила. Там есть кадры, которые я показывал. Они почти все, вот там 3 из 4, это датсет гугловский. То есть они просто случайно блюрят весь кадр вообще. И он нам вообще не дает никакой пользы. То есть просто блюр на весь кадр. Он ни о чем не говорит. Другой вопрос, что есть искажения в движении. И вот как раз middle качество, которое я показывал, это как раз размытые такие кадры. И мы их оставляли, да. Потому что это важно. У нас не всегда есть идеальный подвес со стабилизацией. Нам нужно, чтобы модель была арабастная. Поэтому, да, мы их не выкидывали. Мы только левый хвост выкидываем самых-самых плохих данных. Так, понятно, спасибо. И вот второй вопрос. Ой, сейчас. Я потом задам, его забыл. Хорошо. Окей, а у нас здесь в середине зала есть вопрос. Спасибо. Да, вопрос так, надо поинтересоваться. Текущие решения пока ограничены только сверточными нейронными сетями пока, да? Я правильно понимаю, что из-за быстродействия мы там не можем пока ничего другое использовать? Ну вы имеете в виду нейрон-трансформеры, да? Ну да, например. Как раз в свете недавнего спора Я как раз таки вдохновленным этим спором. Да, да, да. Ну в целом, да, мы сейчас у нас есть эксперименты. У нас есть очень интересная сеть. FasterVid. Она вышла от NVIDIA. Там они позиционируют себя, что очень быстрая сеть. Она там обгоняет efficientVid, fastVid и Apple. В общем, супербыстро, очень классно. Там есть, в общем, трюки с репараметризацией на инференсе. Хотим попробовать. Пока что это старые добрые свертки. Чисто, да. Спасибо. Спасибо большое. У нас, к сожалению, немножечко ограничение по времени. Давайте скажем спасибо. Илье, спасибо большое за доклад. Спасибо. 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 Спасибо.